МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Смыли грехи", сотни нижнекамцев отметили крещение Господня. Три роковые буквы нижнекамец убил собутыльника за оскорбление. Эпидемия нападений на школы, как обезопасить детей. Боль автовладельцев отремонтирует лесобалековскую трассу. А берег на счастье, девушка мастерит необычные игрушки. Волки готовы, нефтехимик продолжает домашнюю серию. Об этом и не только. Прямо сейчас вы смотрите новости на телеканале НТР в студии Алсу Арсланова. Здравствуйте. Сегодня нижнекамцы совершили крестный ход и окнулись в святой источник 19 января, крещение Господне, один из 12 больших религиозных праздников. И по праву один из самых любимых. За святым действием наблюдала Анастасия Попова. Звон колоколов оглашает начало крестного хода. Хоругви, кресты и икона – обязательные церковные атрибуты шествия. Десятки верующих устремились на крещенские купания. Правда, в этом году от традиционных купаний в Иордане пришлось отказаться. Слишком небезопасно, ведь лед на каме неустойчив. А вот родник на Красном Ключе с радостью принял горожан. Вода здесь плюс 3 градуса выше нуля. Многих верующих от купания не останавливает ни холод, ни возраст. Сейчас это не только дань традиции, но и возможность испытать силу своего духа. Хорошее ощущение. Это для вас традиция или первый раз? Нет, первый раз. Первый раз, как решились. Ну, я давно хотела попробовать. Но все-таки решались. Но стоит того. Вода холодная еще. Хорошенькая. Ой, я уже 5 лет не купал. Без выходных работа. Каждый год у вас традиция такая? Да. Четвертый раз купаюсь. В этот праздник вода приобретает уникальные свойства. Она считается святой и наделяется лечебными и исцеляющими свойствами. Набрать воду можно не только из освященной проруби, но и из святых источников. Кстати, во время крещения даже вода из-под крана считается святой. Священники утверждают, что одной капли святой воды достаточно, чтобы осветить любое количество обычной. Поэтому для многих верующих выстоять многочасовую очередь к святому источнику совсем не в тягость. Почти каждый год приходим за этой водой. Я думаю, что полезно это, наверное, еще и внушение, может быть. И она год стоит, ничего не делается с ней. Она такая хорошая вода. И на вкус она не порченная, не тухлая вода. Но с глаз, говорят, берет. Когда брызгаешь на детей, маленьких, особенно грудничков, они начинают плакать. Побрызгаешь, они успокаиваются. Вот это я сама даже на своем опыте видела. Она не испортится. Потому что я у меня уже много-много лет стояла, и вода очень чистая. Ничего не портится. Так что стоит и час, и два за ней постоять. Считается, что крещенская вода имеет благодать той самой орданской воды, в которой крестился сам Господь. И даже снег в Крещении уникален. В старину его собирали в полночь, чтобы отбелить кожу. Анастасия Попова, Максим Липин, Новости НТР. Шурма Раздора. Владелец кафе быстрого питания. Никак не может разрешить конфликт с бывшими подчиненными. Они утверждают, что им не заплатили за их работу. Бизнесмен, в свою очередь, обвиняет работниц в рабстве и лжи. Мы устроили им очную ставку. Что из этого вышло, в сюжете. Далее. Эти женщины, Наталья и Татьяна, до сегодняшнего дня никогда не встречались. Познакомились они в соцсетях, когда высказывали свое недовольство о кафе Шаверма. А точнее, о его хозяине. Обе женщины в разное время работали там поварами. Спустя месяц обеих назвали воровками и выставили на улицу. Я работаю, и когда вот уже зарплата, он уже мне в оконцовке сказал, говорит, я не могу оплатить, потому что у тебя недостачи 4,5 тысячи. Я, конечно, пришла в этот же день, когда вот мне это произнесли, я на обидах ушла домой, конечно, я в этот же день пришла, опять спросила, переговорила с администратором, покажите мне эти накладные, откуда берут недостачи. Потому что меня самой интересовал вопрос, откуда они взялись, потому что, ну, как бы крошки хлеба не съела там бесплатно. По словам Натальи, директор на связь не выходил, общалась с ней только администратор кафе. Но на нашу просьбу встретиться Илья согласился сразу и рассказал, зарплату он не заплатил, потому что женщина его обворовала. Факт кражи, как бы, есть, я бы никогда не говорил, я бы сказал недостачи. Но когда есть факт кражи, когда есть видеозапись, когда человек берет усказ и ложится в карман, это по-другому, как кражи, не охарактеризовать вообще никак. По словам Ильи, все, кому он не заплатил воровки, таких, к слову, немало, как минимум 5 человек. Мы уже рассказывали об этом в ноябре. Истории у пришедших к нам жаловаться делегации были как под копирку. Отработали месяц, но зарплату так и не получили, да еще и в краже обвинили. Но директор уверяет, подтверждение факта воровства есть у каждой, в кафе стоят камеры. Однако видео нам не показал и заявление в полицию писать не стал, потому что не хочет клеймить женщин воровками. Я не такой человек, для меня это, как сказать, нести деньги, ради которых стоит кому-то портить жизнь. Моя задача какая? Защитить свой бизнес от воровства. Я это делаю. Сейчас мужчина об этом пожалел. По его словам, бывшие работницы устроили настоящую травлю в интернете. Выкладывают его фотографии в соцсетях, пишут оскорбления и угрожают. Наталья же заявляет, что отношения к этому не имеет, а только лишь хочет получить законно заработанные деньги. Пусть посчитают все дни рабочие, где нет недостачи, где все это подсчитается. Как бы вы отнимут эту недостачу и остальные деньги мне опросят. Все. Илья заявил, что конфликт будет исчерпан только после того, как женщины принесут ему публичные извинения. Чего, заверили Наталья и Татьяна, не будет до тех пор, пока они не получат деньги. Конфликт не исчерпан. Враждующие стороны так и не смогли прийти к общему знаменателю. Женщины, героини нашего сегодняшнего сюжета, твердо намерены обратиться в прокуратуру. Илья, хозяин кафе, считает, что его бизнесу нанесен непоправимый урон. Как закончится эта история, покажет время, ну а мы будем следить за развитием событий. Эльвир Софиуллин, Рафаэль Ракипов, Новости НТР. Об этой теме нам сообщили телезрители. Если у вас тоже есть важная или интересная информация, то можете сообщать о ней по телефону 40 07 70. Пишите на наш сайт, его адрес enterdefiz24.ru или посредством мессенджера WhatsApp, его номер 8 917 93 73 077. Забрань можно лишить жизни. В этом уверен обвиняемый в убийстве. Мужчина нанес несколько смертельных ударов ножом своему товарищу за оскорбление. Вину признал, но до последнего на судебном процессе отстаивал свою правоту. Какой вердикт вынесут, смотрите далее. Разве можно старого катажанина посылать на три буквы? Вот главный аргумент, за что Иван Андронов убил своего собутыльника. Для матерого уголовника, который только недавно вышел из мест заключения, отсидев 9 лет за убийство, нецензурное слово оказалось как красная тряпка для быка. А вот погибший вспылил из-за того, что во время посиделки Андронов обронил крошку хлеба. Началась потасовка. Печень как зарядил меня, я вот впервые его слышал, но никогда не верил, чтобы искрить глаз и собственно можно было увидеть. Увидел, и я прямо на стол опрокинулся, на стол. И вот прямо на этот нож, вот как Господь Бог мне его подложил, что ли. От полученных ран мужчина упал на диван и умолял Андронова вызвать скорую, но тот спокойно продолжал пить. У убийцы были свои планы. У медицинских работников он вызвать не хотел, так как боялся, что если приедет бригада скорой в медицинской помощи, то она, увидев ножевое ранение, сообщит в полюсу, а он снова в тюрьму не хотел. Он снова взял тот самый кухонный нож и вышел в изольную комнату. Царев Валерий лежал на диване головой в сторону балкона, лицом вверх. Он сказал царю Валерию, чтобы ему не нужна помощь, а нужна деревянная коробовая крышка. Эти удары и стали смертельными. Трагедия произошла 23 октября, но тело обнаружили только через неделю. Дочь погибшего на судебном процессе еле сдерживала слезы. Она впервые видит убийцу своего отца, слышит о последних часах жизни своего близкого человека. Боль, слезы и ненависть. А вот сам Иван Андронов ведет себя спокойно, вальяжно. Признал, что убил, однако до последнего доказывает, что сделал все правильно. Пока такие провокаторы находятся на свободе, то есть в вашем обществе нам достойно, порядочно, справедливо, лучше не выходить вообще. Суд учел все показания, явку с повинной, аморальное поведение, как убийцы, так и жертвы. Приговор – 13 лет лишения свободы в колонии особого режима. Для 67-летнего мужчины это как пожизненный срок. Безопасно ли в школах? За неделю в российских учебных заведениях произошло сразу два шокирующих нападения. Первое – в Перми. Там от рук двух подростков пострадало 12 детей. Второе – сегодня утром в Улан-Удэ, где девятиклассник набросился на учеников с топором. Теперь эти города пополнили рейтинг ненадежных в плане безопасности школ. В прошлом году туда попал и Нижнекамск. Продолжит Наталья Лушнякова. Лицом в снег полиция уложила девятиклассника, который только что с двумя сообщниками поджег класс коктейля Молотова и напал с топором на учителя из семиклассников. Пострадало семь человек. Одна из раненых в коме. А на этих кадрах на носилках выносят окровавленных детей. И это тоже из школы. 15 января в Перми двое 16-летних подростков с ножами ворвались в класс с четвероклассниками. Порезали 12 детей. Ранили учителя. В прошлом году Нижнекамск тоже не сходил с новостных лент. Прямо на уроке подросток выстрелил в одноклассника из пневматического пистолета. Попал в глаз. После нескольких операций мальчик умер. После этой трагедии меры безопасности в наших школах усилили. В прошлом году, уже называемый, в 2017 году у нас как-то в семи школах были приобретены стационарные металлорамки. В ряде школ у нас приобретены ручные металлорамки. В первую школу у них система видеонаблюдения немножко была, так скажем, в непригодном виде. В конце декабря там установили дополнительные камеры видеонаблюдения. На сегодняшний день все наши школы оснащены системой видеонаблюдения. На входе тщательный фейс-контроль с предъявлением удостоверения личности. Учащиеся попадают в школу, пройдя металлорамку с использованием специальных карт. Несмотря на все эти меры, пронести в школу запрещенный предмет, в том числе и оружие, можно. Содержимое сумок у ребят не проверяют. Остается надеяться только на их сознательность. Ты бы смог пронести что-то в школу? Нож или еще что-то такое запрещенное? Думаю, нет. Потому что, как бы, если что-то происходит, ну, как бы, если я даже принесу, то очень жестокие наказания могут уйдеть в школу, поэтому страшно. Мне кажется, если даже принесет, все равно узнает об этом и уже его поставят на учет или что-то такое. Проблем просто. Да, проблем много будет. А теоретически можно принести? Да. У нас охранники есть, вахтерши, которые, ну, обслеживают, ну, не обслеживают людей, а, как сказать, вот туда даже с первой обуви никак не пройти. Профили не проверяют. Ну, то есть пронести можно, да, но потом уже вряд ли. Да. Чтобы школа стала максимально безопасной, видеонаблюдения и пропускного контроля мало. Необходим тесный тандем школы и родителей. Мы просим родителей, чтобы они следили не только за питанием, за внешним видом ребенка, а также за его окружением, с кем они общаются, какие сайты они посещают. И как бы следить, все-таки не каждый день копаться в сумке ребенка, но все-таки следить, что они с собой берут в школу и с чем, каким настроением, как они приходят. Наталья Лушникова, Евгений Лызаев, Новости НТР. В тестовом режиме по городу начал курсировать новый современный автобус. Он компактный, низкопольный, самый главный оснащен функцией книлинга. Машина автоматически наклоняется на остановках для удобства пассажиров. Новый автобус успели оценить водители по ТП, нижнекамцы и наша съемочная группа. Рамил Нуриманов работает водителем уже много лет. Этот автобус в его практике далеко не первый, однако, едва сев за руль современной машина, мужчина тут же оценил ее комфорт и удобство. Здесь коробка стоит автомат Элисон, американский, очень надежный, переключается, колебания, ничего нету. Ну, мягкая коробка. Вот здесь вручной тормоз на остановке остановился, нажал кнопку, может стоять, ничего нет, ну, на пираге ничего нет, он будет стоять. Автобус произведен челнинской компанией «Раритек». Перед приездом в Нижнекамск машина проходила тестовую эксплуатацию в Казахстане. Этот автобус у нас пока единственный, курсировать он будет не только по городским, но и пригородным маршрутам. Для нас очень важно, чтобы пассажиры города ознакомились с данным продуктом, чтобы они ощутили комфорт, чтобы ваши жители дали свою оценку. Автобус не только компактный, но и безопасный. Во-первых, он низкопол, и в него легко занести коляску и подниматься на костылях. Во-вторых, он оснащен функцией книлинга. На поворотах и остановках правая сторона наклоняется, оставляя минимальное расстояние между порогом и асфальтом. В автобусе есть розетка для подзарядки мобильных устройств, стоят комфортные сидения, а также имеется валидатор. Устройство, предназначенное для проверки проездных билетов. Поэтому в кондукторе нет необходимости. Производители надеются, что он придется нижнекамцам по душе. В этом случае количество комфортабельных автобусов в городе увеличится. Эльвира Софиулина, Евгений Лызаев, Новости НТР. Соболековская трасса превратилась в полосу препятствий для водителей. Из-за больших и глубоких ям на дороге нижнекамские автомобилисты постоянно пробивают колеса. А вот когда же коммунальщики обратят внимание на эту проблему, узнавала Светлана Шумкова. Яма на Соболековской дороге стала настоящей бедой для автолюбителей. Жаловались на нее еще до Нового года. Тогда за пару дней в ДТП попали четыре машины. Пробитые колеса, помятые диски. Да и сейчас ситуация не лучше. Ежедневно в социальных сетях люди отписываются, что едва не угодили в яму. На Соболеково в сторону города глубокая яма. Вчера колесо пробил. Будьте осторожны. Это только у нас, заезжая в город, встречаются ямы. Что едешь с Челнов и Заинска. Попал тоже в эту яму, остановился, посмотрел. Все было в норме. На следующий день увидел грыжу. Яма находится на выезде с Кольца в сторону города. Соболековскую дорогу обещали капитально отремонтировать и переделать в минувшем году. Ремонт должен был начаться в августе. Планировалось расширить дорогу, выделить полосу для общественного транспорта. Однако потом выяснилось, что ремонт откладывается на неопределенное время из-за отсутствия финансирования. Яму заделывают специальным холодным асфальтом, который используют только зимой. Коммунальщики обещают, что выбоины на трассе не будет уже в начале следующей недели. Светлана Шумкова, Рафаэль Ракипов. Новости НТР. Справки о подтверждении трудового стажа и о заработной плате теперь можно получить в электронном виде. На портале Госуслуг можно подать заявление. В течение 21 рабочего дня справки предоставят в электронном виде. Однако при необходимости этот срок может быть продлен. Чтобы подать заявление, нужно указать ЕСИА, универсальный пароль. Оформить личный кабинет можно в любом МФЦ. Это не займет 10 минут. В будущем Госархив будет предоставлять на ЕСИА и другие виды справок. НТР совместно с Русфондом продолжает помогать тяжело больным детям со всей республики. Сегодня история Екатерины Даниловой из Казани. У нее сахарный диабет. Нужны расходные материалы к инсулиновой помпе. Их стоимость 154 тысячи рублей. Помочь можно, отправив СМС со словом «Дети» на номер 5542. Стоимость сообщения 75 рублей. Больше 10 лет бесконечные уколы, больницы и ограничения. В еде, спорте, учебе и отдыхе. Екатерине Даниловой всего 17. У нее сахарный диабет первого типа. Девочка постоянно держит себя под контролем. Ведь от этого зависит ее жизнь. Говорит, что ее друзья чувствуют себя свободнее. Допустим, на день рождения сидят, кушают торт. Они могут бегать. Они чувствуют себя более-менее нормально. А я каждый подъем или понижение сахара чувствую. Постоянно на страже. Что бы ни произошло, постоянно себя тормозишь. Быть ближе к друзьям Кате помогает специальная инсулиновая помпа. Сам диагноз сахарный диабет подразумевает, что ребенку, пациенту необходимо постоянно вводить инсулин. Это инъекции постоянные. Контроль за временем, когда нужно сделать своевременную инъекцию помпы, это делают автоматически. Постоянно нужно менять иглу, удлинитель, заправлять картридж лекарством. Бывают и непредвиденные ситуации. Хочется, чтобы уж благодаря этой помпе у нее жизнь подальше была и была более приближена к жизни здоровых детей. Покупать расходные материалы очень дорого. Катю воспитывает только бабушка и приходится ей трудно. А нужно 154 298 рублей. Помочь можете вы, наши телезрители, отправив смс со словом «Дети» на номер 5542. Стоимость сообщения 75 рублей. Как внести большую сумму, можно узнать на сайтах нашей телерадиокомпании и Росфонда. Нижнекамцы могут сдать использованные батарейки, энергосберегающие лампы и старые ртутные градусники. Принимать на утилях будут в здании детского эколого-биологического центра «Нашинников-59». Сбор небезопасных для экологии отходов организован в рамках благотворительной акции «Добрые дела». Пункт приема будет открыт завтра с 12 до 15 часов. В Нижнекамске может появиться новый гостиничный комплекс. Это стало известно во время визита Нижнекамской делегации во главе с Айдаром Медшином в турецкий город Мармарис. Сейчас власти ищут инвестора под это строительство. Планируется, что новый объект должен стать комплексом высокого класса. Турецким представителям уже презентовали инвестиционный проект строительства. Это стало возможным благодаря подписанию соглашения о городах-побратимах между Нижнекамском и Мармарисом. Фотографии, благодарственные письма, газетные статьи. В городском музее Нижнекамска открылась выставка, посвященная почетному жителю города и легендарному учителю Накию Ахмедшину. Здесь отразили всю его педагогическую деятельность. Два месяца он не дожил до своего юбилея, 20 января. Ему исполнилось бы 90 лет. Долгое время Накий Ахмедшин возглавлял систему образования Нижнекамского района. Годы его руководства стали золотым временем. В этот период он внедрил в образовательный процесс систему межшкольного учебно-производительного комбината, стал инициатором перехода на кабинетную систему обучения. Подал идею создания в Нижнекамске первого и пока единственного в России музея народного образования. С ароматом кофе и корицы. И речь сейчас идет вовсе не о выпечке, а об игрушках. Их Нижнекамка Татьяна Шишкина мастерит, когда за окном ночью и под особое настроение. Какое, об этом рукодельница рассказала нашему корреспонденту. Вот с этой совы все и началось. Увидела ее на ярмарке, влюбилась первым взглядом, привезла домой в качестве сувенира, повесила, любовалась год. Потом подумала, почему бы не попробовать самой шить такую же игрушку. Попробовала и сразу получилось. Теперь игрушки Татьяны, изготовленные в ныне модной технике примитив, у друзей и знакомых на расхват. Они не просто забавные и ароматные пахнут кофе и корицей, но и несут в себе добрую энергетику мастерицы. Игрушка, каждая со своей душой. Я обычно, когда даже дарю кому-то игрушку, я уже присваиваю имена. Если, например, да, бывает такое. Если я прям не могу определиться, я сразу прошу хозяина нового определиться с именем. Каждая игрушка индивидуальна, каждая интересна по-своему. И я просто сама вкладываю частичку своей души в эти игрушки. Поэтому абы кому не хочется, чтобы они попадали в руки, поэтому расходятся игрушки среди родных. Котики, слоники, обезьянки. Татьяна может шить любую зверушку, но предпочтение отдает совам. И для этого есть своя причина. Сов, потому что я, наверное, сама по натуре сова. Я люблю подольше поспать и могу попозже лечь спать. Но для меня рано вставать – это очень тяжело. Что касается рукоделия, то да, по ночам. Получается, только по ночам. Потому что в течение дня я занята либо работой, либо учебой, либо какие-то мероприятия. Уединиться удается только ночью. Ночь, бязь, нитки и настроение. Вот все, что нужно девушке, чтобы иголка быстро заскользила в ее умелых руках. Но на поток свое хобби Татьяна ставить не хочет, если только для осуществления давно задуманного. Рассказала Татьяна и о своих планах. Она хочет как можно больше смастерить вот таких игрушек. И подарить их либо детям, которые попали в больницу, либо старикам, которые живут в доме ветеранов. Чтобы эти котики и совушки стали для них оберегом на счастье. Наталья Лушникова, Максим Липин, Рафаэль Ракипов. Новости НТР. На этом моя часть выпуска завершена. Далее смотрите новости спорта и прогноз погоды на завтра. Я напоминаю, связаться с нашей редакцией можно по телефону 40 07 70 или посредством сайта ntrdefiz24.ru. До встречи в эфире. Сегодня в новостях спорта. Хоккейный нефтехимик продолжает домашнюю серию. Город готовится к первенству по вольной борьбе. Об этом и не только сразу после рекламы. Сыны отдыхают, а выгоды на каникулах работают только до конца января. Бери Ниссан по ценам прошлого года. Звони в автоцентр «Марка». Четыре пятерки, три единицы. В ЛДЦ «Гармония» открылся кабинет цифрового рентгена. Наши преимущества. Уменьшенная доза облучения, точная постановка диагноза. Не дожидайтесь осложнений. Звоните и приходите прямо сейчас. Телефон 32 32 42. В Казань за 500 рублей. Онкологический центр «МКДЦ», «Аквапарк», «ЖД» и «Автовокзалы». Телефон 8 917 909 22 82. На телеканале НТР обзор спортивных новостей. В студии Вера Верц. Здравствуйте. Домашняя серия продолжается. Сегодня хоккейный «Нефтехимик» на льду «Нефтехимарены» принимает подмосковный «Витязь». «Нефтехимик» в этой серии стартовал удачно, взяв верх над московскими армейцами. Победа позволила дружине Андрея Назарова вернуть себе четвертую строчку «Востока». «Витязь» в минувшем туре, в свою очередь, потерпел поражение от уфимского Салавата Юлаева. И тем самым потерял все ощутимые шансы попасть в плей-офф. В текущем чемпионате коллективы уже встречались. На домашней арене осенью минувшего года «Витязь» потерпел поражение в серии буллитов со счетом 1-2. Поделятся ли «Волки» очками в сегодняшнем противостоянии скоро узнаем. Матч «Нефтехимик» «Витязь» стартовал в 19.00. Реактор продолжает выездную серию. Старт для нижнекамской молодежки был удачным. В первых матчах подопечные Вячеслава Касаткина встретились с астанинскими снежными барсами. Первая игра завершилась со счетом 3-1 в нашу пользу. Во втором противостоянии «Молодые волки» очками все же поделились, одержав победу в овертайме. Сейчас «Реактор» на Востоке идет на шестом месте, имея в активе 77 очков по результатам 44 игр. Завтра нашим соперником станет «Усть-Каменогорский Алтай». Это команда «Новичок МХЛ». В молодежном чемпионате «Алтай» играет только второй сезон. За все это время они так и не смогли одолеть сопротивление «Реактора». Из шести очных встреч все остались за «Реактором». Причем для выявления победителя каждый раз было достаточно основного времени. Пополнят ли наши парни свою копилку очередными победами, узнаем в эти выходные. Матчи с «Алтаем» пройдут завтра и в воскресенье. Теперь о шахматах. Нижникамский спортсмен выступил на крупном открытом турнире по классическим шахматам, который прошел в столице Татарстана. Соревнования проводили среди мальчиков и девочек до 11-13 лет, юношей и девушек до 15-17 лет. В настольных баталиях приняли участие спортсмены из Зеленодольска, Нижникамска, набережных Челнов, Казани, а также из Республики Коми. Спортклуб «Нефтехимик» представлял Самат Галявиев. Он играл в возрастной группе 2006-2007 года рождения, в которой соревновалось 57 шахматистов. Юноша набрал 7,5 очков из 9 возможных за 6 побед и 3 ничьи. В итоге Самат Галявиев и спортсмены из Казани стали лидерами турнира, но по дополнительным показателям Нижникамцу досталось серебро. Завершим выпуск на борцовских коврах. Город готовится к первенству Нижникамска и Нижникамского района по вольной борьбе. В субботу на коврах в спортивном зале «Факел» встретятся борцы всех спортшкол города и района. Эти соревнования будут первыми, проведенными под эгидой недавно образованного Нижникамского филиала Федерации спортивной борьбы Татарстана. Организаторы ожидают более сотни участников. К слову, состязаться будут юноши 2003-2005 годов рождения. Призовые места будут разыгрываться в 11 весовых категориях. Первенство пройдет 19 и 20 января, уже в эти выходные. Также вольники на этом турнире смогут выполнить нормативные требования классификационной программы. На сегодня у меня все. Смотрите далее в эфире НТР «Прогноз погоды». Я с вами прощаюсь и напоминаю, что связаться с нашей редакцией можно по телефону 40 07 70, а также посредством нашего сайта ntrdefis24.ru. До встречи в эфире. Спонсор программы «Погода» – Санаторий УВА. Санаторий УВА предлагает пройти СПА-программы и отдохнуть со скидкой. Вас ждут массажи, обертывания, салон красоты, сауны, верховая езда, рыбалка и многое другое. Отдыхайте зимой с радостью. За здоровьем в Санаторий УВА. С 8 по 31 января уникальное предложение. Минус 18% на путевке с проживанием в двухместном номере. Бронируйте по телефону 780571. Погода в Нижнекамске на выходные. Ожидается переменная облачность, небольшой снег. Днем – минус 10-14 градусов. Ночная температура опустится до 12. Ветер слабый – 3-4 метра в секунду. Спонсор программы «Погода» – Санаторий УВА. Санаторий УВА предлагает пройти СПА-программы и отдохнуть со скидкой. Вас ждут массажи, обертывания, салон красоты, сауны, верховая езда, рыбалка и многое другое. Отдыхайте зимой с радостью. За здоровьем в Санаторий УВА. С 8 по 31 января уникальное предложение. Минус 18% на путевке с проживанием в двухместном номере. Бронируйте по телефону 780571. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова